День добрый и добро пожаловать! Мне просто нравятся такие игры, это очень интересно. И игра имеет особенность. А то есть вы сейчас можете ее купить на стиме в двух видах. Вы можете просто купить первые две главы или заплатить за все пять глав, но вы не получите четвертую и пятую, так как они еще не вышли. Зато вы получите третью главу, которой, как видите, у меня нету, но у меня есть первые две. Я, так как не знал, что эта игра из себя представляет, купил то, что подешевле, оно, по-моему, обошлось мне где-то в 80 или 90 рублей. И, знаете, очень-очень приятно, и я не могу дождаться того, когда мне можно будет купить все остальные главы. Давайте просто начнем с самого-самого начала. Так, так, нажмем play и поедем. У игры нету озвучки, здесь только английский текст, я вам буду его прочитывать и переводить. С ним будет не прямой перевод, будет просто объяснение того, что было в диалоге, но, скажем так, даже если вы не говорите на английском, вы поймете, в чем тут дело и что происходит. Итак, первая глава «Машина снов». Дизайнер Андрес или Андерс Густавсон и продюсер это Эрик Царинг или Заринг. Все понятно, хорошо, давайте, давайте, давайте. И вот, как вы видите, мы играем вот этого интересного человека с очень интересной прической, с усами и со страшными-страшными глазами. Почему-то у всех героев, с которыми я, по крайней мере, пока что встречался, нет глаз. Пустые глазницы. Я не знаю, почему это, но не мешает, немножко пугает, но не мешает. И это у нас, знаете, такая маленькая разминочка, это маленький уровень, на котором нам нужно что-то сделать. И он нам говорит «It's a fishing rod made from a thin bamboo pole». А то есть, это удочка, сделанная из тонкого, так, стебля бамбука. Давайте посмотрим, что еще. Так, куски бревен. Хорошо, конечно же, бревна мы положим на... Так, кострище. Возьмем лопату. И просто покопаемся, покопаемся здесь в грязи, посмотрим, что нам... Так, смотрим в дырочку. Пустая дырочка. Хорошо, еще одну дырочку смотрим. Копать можно где угодно, эти первые два раза. Так, выкапываем червяка. С червяком, конечно же, поступаем жестоко. Его насаживаем на крючок. И, оп, ловим рыбу. Стоим, ждем. Ту-ру, 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 ту-ру. Ну, ловись, рыба. Она плавает, она над нами смеется и издевается. Ну, ничего, давайте пойдем. Тогда, пока она не ловится, так, подберем вот эту вот записку. О, вот она ловится. Пойдем заберем рыбу. Хорошо. Так, мы нашли... А, не записку, а зажигалку. Зажигалку. Так, тогда давайте... Так, огонь. Хорошо. Рыбу. А, нет, это я на себя использовал рыбу. Так, давайте отойдем от костра. Использовать на огонь. Так, так, так. А, она все еще жива. Лопаты ее, лопаты ее. Вот, все, хорошо. Я убил рыбу. Давайте ее поставим. Пускай она пожарится. Пока она жарится, давайте пойдем. Пройдемся по острову, посмотрим, что же это такое, что за странный остров. И если вам кажется, что... Какой-то странный стиль. Это не очень похоже на трехмерную графику. Да, это очень-очень все... Или оно по-настоящему сделано, или стилизировано так, чтобы выглядело как картон. А, то есть, картон, папье-маше и глина. А, то есть, вот все наши фигуры сделаны из глины, из пластилина, из вот таких вот настоящих материалов. И они именно так и выглядят. Рыба у нас поджарилась. Давайте возьмем ее и скушаем. Так, на себя. It tastes great, but... What is this? How strange there is a map inside the fish. А, то есть, мы кушаем рыбу и находим внутри рыбы карту. Так, давайте посмотрим. Смотрим. А, то есть, где-то еще нужно копать. Давайте. Так. Тогда возьмем лопату. И сейчас посмотрим. Посмотрим. Оп. Вот, по-моему, здесь. Прямо посреди острова. Мы выкапываем часы, которые тикают. Тикают, тикают. Доходят до скольки? До шести, до семи. А, и будет нас. Оказывается, нам это снилось. И, как видите, у нас тут вот снился нам остров. Все понятно. Да-да-да, дребезжит звонок. Я выключил звук, так как его невозможно регулировать. И я, может быть, попозже его включу. Но пока что будет без звука. Так. Замолкни. Все. Хорошо. Мы проснулись. Давайте пройдемся по нашей квартире. Пойдем заберем все, что нам нужно. Мы здесь живем не одни, а с женой беременной. Так, давайте покопаемся в коробке. И то, что мне очень нравится, то, что, видите, можно все двигать. И мне очень жаль. Вот эти вот игрушки. Они вообще классно-классно выглядят. Но мы тут, оказывается, не за игрушками, а сначала. Ух ты, класс игрушки. Нет. Мы здесь за телефоном. Давайте. Так. Выйдем. Телефон забрали. И пойдем. Это наша жена. Но к ней мы не будем подходить. Пускай она готовит. Нам нужно сюда подойти. Здесь очень-очень интересная вещь. А то есть мы находим сожженную записку. Папам-папам. Так. Давайте ее расправим. A letter somebody tried to destroy it by the fire, but didn't consume it entirely. А то есть кто-то пытался сжечь эту записку, но огонь не сжег ее полностью. If I unfold it carefully, I might be able to read it. А то есть если я аккуратно расправлю эти кусочки, я их, может быть, смогу прочитать. Так. There, that should do it. Оп. Хорошо. И вот, скорее всего, единственная критика, которая у меня есть, то, что вот механика переворачивания листочков очень-очень медленная. Так. Нужно тягать за углы. Оп. То есть мы беремся за угол и тянем листик вниз или вверх, чтобы он крутился влево или вправо. Так. Хорошо. Этот вот так. Ага. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. To whom it may concern. А то есть те, кого это может отнестись, или те, кому это могло бы быть важно. А то есть это, скорее всего, нам. Так, это вниз, это повыше вот так вот. Письмо, оно не составится полностью, оно будет именно таким сожженным и порванным. Но самая важная информация у нас это то, что человек чувствует, что что-то не так в этой квартире и говорит, вы не думайте, что я параноик, а просто посмотрите в... А то есть под полом что-то спрятано. Под полом под выключателем электричества. И это... Трэвис написал бывший жилец этой квартиры. Всё, отлично. То есть всё остальное, конечно, можно было бы почитать, но это не особо важно. Так, так, так. Давайте тогда пойдём. Выйдем. Сюда зайдём. Заберём... Так... Масло. Оп. Хорошо. И... Выйдем в коридор. И здесь... Так, 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 так. Заберём письмо. Отлично. Давайте развернём письмо. И это письмо у нас от... Так. Ага, хорошо. Давайте выйдем. Но после того, как вышли, посмотрим наш собственный адрес, потому что мы его, оказывается, не помним. И потом в разговоре это нам понадобится. И чтобы просто дважды оттуда не возвращаться, я сразу же посмотрел. А то есть мы мистер и миссис Неф, 12 Дюпонг Хест, Брэм, Эскей. Без понятия, что это за... Это... Без понятия. Что такое Эскей? Пишите в комментариях, если кто-то знает, что такое Эскей. В письме это просто добро пожаловать от фирмы, которая нам предложила эту квартиру. Это не особо важно. Но сюда всё равно нужно посмотреть, потому что здесь мы видим телефон. И им мы сможем позвонить попозже, чтобы узнать, что же нам делать дальше. Так. По-моему, мы сделали уже всё, что могли. Поэтому давайте пойдём поговорим с женой. Лища. О, господи, боже мой, я забыл уже. Я уже забыл. Я это забыл. Да, да, да. Как она меня пугает. Я понимаю, что это стиль. Но... О, господи, какая она страшная. И давайте просто... О, ты проснулся. И... Она хотела нам принести завтрак в кровать. И ты так, как мужлан. Конечно же! Так. Я уже проголодался. Ааа, are we a little grouchy this morning? А то есть, ой, какие мы такие злюки сегодня утром. Девушка. Тебя с утра увидеть. It's almost done. Could you set the table for us? А то есть, завтрак уже практически готов. Можешь ли ты для нас подготовить стол? И так. Давай. The shipment hasn't arrived yet, honey. А то есть, они ещё не привезли нам мебель. И она нам говорит, что нет, не привезли, но они там внизу. И всё. Мы говорим ей, что сейчас устроим стол. Как настоящий мужчинщина. Пойдём. Поставим стол. Так. Это у нас коробка будет столом. Позовём её. И у нас здесь за столом будет долгий разговор. Я на нём не буду особо останавливаться. Они будут разговаривать о том, что им снилось ночью. Если вам интересно, если вы знаете английский язык, советую вам пройти самим игрушку. Потому что она и вправду стоит этого. Она интересная. Она затягивает. И здесь есть очень интересные диалоги и размышления. Просто философские и жизненные. Так. Хорошо. Вот она. Нет. Ммм. Так. Так. Yeah. Put the empty box. Так. Всё. Пошли кушать. Пошли кушать. Так. Хорошо. Давайте сядем за стол. Начнём бить вилками и тарелками. По столу. По коробке. И кричать. Мы голодны. Мы голодны. О, господи. Боже мой. Кушать и смотреть на неё. Туааа. Всё. Хорошо. И то есть у них сейчас будет просто диалог о том, что им снилось. Я его быстренько перепрыгну. Я буду зависать на диалоге очень-очень мало. Так как некоторые диалоги всё-таки длятся очень долго. И не концентрируются, скажем так, на прохождении или на что-то очень важное, что происходит в игре. А просто является диалогом. Да, как ни странно. Просто может быть жизненным. Может быть диалогом, который вам расскажет больше о героях, о том, что у них происходит в жизни, какие у них отношения. И вот, например, из диалогов или из того, что я смотрел на вещи, которые были в квартире, я понял, что она беременна. Я понял, какие у них отношения, то, что они переехали. Правда, пока что я не знаю, почему они переехали. Но был намёк того, что просто они решили поселиться вместе, начать новую жизнь в новом месте, новую работу и всякое такое. Так, хорошо. Давайте закончим этот диалог. Так, давай. Молодец. Хорошо. А как же? Я с тобой согласен, дорогая. Больше не смотри на меня своими мёртвыми пустыми глазницами. Так. Хорошо. Да. 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 Крошка, я понимаю, что тебе хочется поговорить, но я играю уже второй раз, и я тебя в прошлый раз выслужил полностью. Так что не обижайся. И сейчас они говорят о, скажем так, домохозяине. Как это вообще называется? Короче, мужик, который просто следит за домом. Так, не дворецкий. Ё-ё-ё-ё-ё. Как? Как? Как это? Как это по-русски? Слово вывалилось из головы. Но сейчас весь смысл в том, что мы забыли разобрать у него ключ. И чтобы взять у него ключ... Так, давайте сейчас отодвинем отсюда коробку. Подсоединим к розетке телефон. И нужно его вызвонить. А то есть найти, где... Вообще, как с ним связаться. Поэтому мы звоним сначала вот этой вот фирме, которая нам предложила квартиру. Так, хорошо. Мы звоним. Угу. Отлично. Да, 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 да. Так, вот. Я пытаюсь добраться до нашего домового. Это будет домовой. Так, так как мы увидели адрес на обертке письма, то у нас... Обертка письма. О, господи. Ах, мой мозг. Он просто отказывается работать сегодня. Так, отлично. Отлично, да. И, по-моему, его зовут Мортон. Да, Феликс Мортон. Это его имя. Сейчас нам дадут его телефон. И нам еще сказали, что он не просто домовой, а он еще и владелец дома. Ну, хорошо. Все. Мы поговорили с ним предостаточно. Давайте позвоним Мортону. Мортон, иди сюда. Неси нам свой ключ. А то есть наш ключ. А то есть его ключ. Аааа. Так, хорошо. Мортон здесь. Угу. Угу. Ну, вот. Мы с ним разговариваем. Everything's fine, thanks. But I was wondering when you'd be around to deliver the spare key you mentioned last night. А то есть... Брэм-брэм-брэм-брэм. Все у нас отлично. Но принеси нам, принеси нам, пожалуйста, ключ. Наш второй. Потому что нам это неприятно. То, что ты к нам можешь завалиться в квартиру. И вот мы сейчас выходим из квартиры. Но нас жена останавливает. Говорит, что лучше подождать, пока он к нам поднимется. Так, так, так. Да. Ей неприятно просто. Он ее пугает немножко. И я ее понимаю. Хотя с ее лицом... Бояться... Даже таких людей бессмысленно. Но все-таки мы на ней женились. И давайте тогда... Алло? Алло? Кто-нибудь тут? Алло? Так, давайте откроем дверь. В... Ой-ой-ой. Господи, боже мой. А, все, хорошо. Спасибо за ключ. Иди отсюда. Да, нам очень нравится. Очень-очень-очень. И вот, например, в этом разговоре мы бы узнали, что он уже давным-давно живет в этом доме. То есть его семья, многие-многие поколения владеют этим домом. Но мы с ним уже поболтали. И давайте просто выйдем отсюда и спустимся на лифте вниз. Посмотрим, где же наше... Так, 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 так. Давай лифт. На звук... Да, я сделал звук скрипучего лифта. На звук скрипучего лифта выходит наша соседка. И говорит нам, что такое бывает. И что лифт иногда нужно смазывать чем-то. Ух! Хорошо мы поселились. Отлично просто. Но ничего, смазывать чем-то мы лифт всегда можем. И это у нас... Что у нас? Мы подобрали масло. Мы смазываем лифт, заходим в него и спускаемся на первый этаж. Хотя в подвал мы не можем спуститься, для него нужен ключ. Спускаемся мы на первый этаж, чтобы посмотреть, где же наша мебель. Так, давайте поговорим. И вот у нас какая ситуация. Мужик доставил нам нашу мебель. Но мебель застряла в двери. И это шикарный разговор, в котором он говорит, что у нас в рекламе вообще-то мы обещали доставку от дверей до дверей. И я доставил до дверей. Так, но сейчас я его... Так, 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 так. То есть я не буду подписывать ничего, пока ты мне не затянешь это все наверх. Он говорит, что его это абсолютно не волнует. Так. И из него нужно... Так, так, так. Из него нужно выпросить что-то. Так, 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 так. Все, хорошо, да. Мы выпросили у него... Ой, как это... Как эта штука называется? Мозг! Что, Хак? Пожалуйста, работай. Эта штука принадлежит Гордону Фримену. Спасибо за помощь. Это... С таким мозгом врагов не нужно. Так. Ну как это? Crowbar. Ну, да. Я умею читать на английском. Я... Я молодец. Так. Мы вот эту штуку возьмем. И пойдем взломаем ей пол. Так как, помните, нам в письме бывший жилец говорил, что под полом нужно что-то сделать специальное. И тогда мы поймем, почему ему было так странно. Почему ему так не нравилось в этой квартире. И что он все-таки не параноик. Так. Тогда давайте, давайте пойдем. И оп. В нашу комнату, в спальню. Я до этого пробежался по всем выключателям. И как раз вот в спальне нашел именно вот эту половицу, которую нужно приподнять. Так. Давайте взломаем. Самое интересное, что эта штука ломается, при том в процессе. Она оказывается даже не сделана из железа. Так что хедкрабов ей не поубиваешь. Так. Ну, отлично. Мы взломали пол. И давайте посмотрим, что же там такое все-таки прячется. Я не наступлю, а посмотрю. Вот. Смотрим, что же здесь такое. И здесь какая-то аппаратура. Аппаратура состоит из трех частей. А то есть какая-то машина, предохранитель и показатель энергии. А то есть он сейчас показывает, что он наполовину наполнен. Нам нужно его довести до максимального уровня, чтобы машина заработала. Итак, давайте будем... А то есть здесь у нас, отсюда у нас идет энергия. Вот сюда. И на схеме у нас установлены везде... А то есть... Ну, не везде, а где-то установлены... Ого. Мозг, ну пожалуйста. Ну, это такие штучки, против которых электроны тяжело двигаются. Мозг, ну пожалуйста. Ну, вот эти вот штуки, да. Да, да. Резисторы. Давайте назовем их резисторами, да. Пускай будут резисторы. Резисторы, и нам нужно доставить электричество к, скажем так, машине и вот этому... Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Электрометру. Давайте назовем это электрометром. Потому что я уже сдался. Я уже не надеюсь, что вспомню хотя бы одно слово. Скоро у меня русский язык просто вывалится таким... Из уха. Пам-пам-пам. Так, давайте делать загадку. Так, давайте ввести электричество. Электричество нам нужно провести мимо резисторов к... Так, хорошо. Давайте. Давайте сделаем так. Хорошо. Давайте посмотрим. А то есть отсюда оно идет мимо вот этого резистора наверх. Оно идет... Ага. Так. 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 По идее, по идее, по идее. А почему оно не работает? Почему оно не хочет дальше двигаться? Хм. Ха-ха-ха. Интересно. А-а-а. Все понятно. Я... Я просто там прервал. Все. Отлично. Мы практически заполнили. Нужно, чтобы обе полоски были на самом верху. А то есть в красном. Сейчас посмотрим, как это еще можно. То есть мы здесь обходим вот этот резистор. Идем сюда. Сюда. А-а-а. 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 Нет. Я думаю, что все-таки вот так вот мы сделаем. Ну вот так. А-а-а. Нет. Тогда оно не идет сюда. Эта половина у нас выключается полностью. Так. 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 Вот честно. Я не помню, как это по-настоящему сделать. Я просто сейчас сижу и подбираю. Так. Хорошо. Это мы заполнили. Этим мы выключаем все полностью. Все хорошо. Ой. Что я сделал? А-а-я-яй. Так. А то есть вот этот угол у нас абсолютно никакой роли не играет. Интересно. Так. 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 Хорошо. Давайте посмотрим. Этот резистор. Ага. Это у нас мешает больше. Это все выключило. Так. Ага. 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 Хорошо. Так. Так. Все понятно. Вы знаете, я говорю, о-о-о-о, да, мне понятно. Но, честно, я ничего не понимаю. Я сейчас на автопилоте просто нажимаю на кнопочки. И надеюсь, что оно все-таки когда-нибудь получится. Потому что мозг... Сказал, что он вернется когда-то. Да. Он оставил записку. Вот я сейчас головой туда-сюда мотаю. Там только записка. Так. Мы практически заполнили. Осталось еще. Да. Чуть не слом... Так. Все понятно. Это несущая. А то здесь нам нужно просто подобрать одну из развилок, чтобы обойти еще раз очень хорошо один или два резистора, которые нам не дают наполнить полностью все электричеством. Так, 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 так. Я думаю, что это у нас, да, это у нас не то. Вот это? Нет, нет, нет. Оно должно быть таким. Ага. Если это выключается, то оно абсолютно никакой роли не играет. Потому что... Ага. Да. Так. Это выключает полностью все. Хорошо, 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 хорошо. Это тоже все выключает полностью. Смотрим. А то есть у нас, когда без разветвлений идет доставка электричества, по-моему, она более эффициентная. Нет, не то. А то есть нам... У нас, получается, здесь в самом конце идет развилка на двоих. Может, мы здесь сможем запустить вот так вот электричество. Электричество. Вот, все, есть. Да, отлично. Мы, конечно же, что-то ломаем. Это был бы не квест, если бы мы что-то не ломали. И мы ломаем этот предохранитель. И нужно все-таки эту машину запустить. А то есть как-то обойти предохранитель. Мы достаем его оттуда. И у нас получается пустой контакт. И так как у нас единственная железная вещь в кармане, это ключ. Мы ставим его сюда. Машина перегорает. И так. Но что-то, что-то да и случается. И давайте посмотрим. Та-дам! И, оказывается, у нас за картиной находилась камера. Притом такая, не маленькая камера, а вот такая, 90-х годов, которая, скорее всего, еще с кассетой жужжала на бобинах. Так, отлично. И она ламповая, к тому же. Да-да-да-да-да. И вот у нас, конечно же, шок. Полные штаны шока. И мы понимаем, что за нами следил никто иной, как... Там-тарам-папам-парам-пам. Хм, давайте посмотрим на это. Так. Что же это такое? Так, это камера. За нами следил тот страшный домовой, который очень-очень странный. Нас, конечно, жена спрашивает, что же мы это делали. И как мы думаем, кто это? Я говорю, что это, скорее всего, мистер Мортон, так как он уже живет очень-очень долго. И у него было очень-очень много времени, чтобы установить везде камеры. Хм, 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 и сайт поставить, и видео туда залить. Да, да. И кредитные карточки туда можно тоже. Хм, 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 так, так. Тогда давайте мы решаем пойти быстренько к Мортону вниз, в комнату, чтобы он не смог убежать и уничтожить все доказательства. А наша жена в это время... О, господи, я видел ее мертвые глаза. На секунду, но видел. Ааа, вот тут все-таки... Ааа... Ааа... Страшно. Так, мы пойдем к нему вниз и разберемся с ним, чтобы он не убежал, пока наша жена вызывает ментов. Так, хорошо. Оп. Подходим к окошку. А мистер Мортон-то и ушел. Его здесь нету, но здесь вот лежит ключ. Мы, чтобы достать ключ, используем бумажку, которую подсовываем под стекло. Достаем ключ. Отлично. Отходим от стекла и... Та-ра-ра-ра! Открываем дверь. Открываем дверь, заходим в комнату к мистеру Мортону. И вот тут вот начинается второй акт. Я сказал, начинается второй акт. Конечно же, мы сразу же кричим, что мы нашли его, чтобы он не убегал. И вот начинается второй акт. Я думаю, что на этом мы закончим видео. И знаете, мне игра очень нравится. Она спокойная, расслабляющая, у неё есть свой стиль, она дешёвая и приятная. В неё приятно посидеть, поиграть, подумать, как это проходить. И всем советую, при том, что вы можете даже сами попробовать за маленькую цену. Вам не придётся покупать все-все-все главы за большую цену. И я говорю вам большое спасибо за внимание и мы увидимся в следующем видео.